Салам алейкум, дорогие друзья, с вами снова объективный диванно-кресельный кинокритик Smart Geek Blog. В прошлом выпуске моего Smart Geek Мнения я говорил о возрождении этой рубрики. Слово о возрождении рубрики Smart Geek Мнения. Сегодня рассматриваем сиквел знаменитого шедевра Роланда Эмериха «День независимости Возрождения», вышедший спустя 20 лет после оригинального фильма. Поехали! Начнем с того, что временной промежуток между оригинальным фильмом и сиквелом составляет целых 20 лет, что для киноиндустрии практически без натеней. Да-да, я тоже люблю Heroes of Might and Magic. За это время утекло очень много воды, сменилось целое поколение актеров, кто-то вырос, кто-то постарел, а кто-то вообще умер. Я все это к чему? А к тому, что после премьеры этот фильм шкварили все, кому не лень, с доводами, а вот раньше было лучше. И абсолютно не брали в расчет тот факт, что прогресс по части компьютерной графики в кинематографе ушел далеко вперед, и то, чем можно было удивлять зрителей в 96-м, в 2016-м не удивит даже пятилетнего ребенка. С этой точки зрения ясен хуй, что раньше было лучше. Но, как по мне, сравнивать спецэффекты в фильмах, разница премьер которых составляет целых 20 лет, очень тупо и бессмысленно. Лично я на этот фильм в кино не ходил, так как опять не было времени. Я скачал сию замечательную киноленту с торрента в Full HD и посмотрел на своем замечательном iPad Air 2 с оригинальной озвучкой и английскими субтитрами, так как я окончательно разочаровался в наших дубляторах-бляторах. И честно вам признаюсь, после просмотра этого фильма я чувствовал себя полным идиотом. Я так и не смог понять, за что его так яростно обливают говном. Лично мне фильм понравился, естественно, он не превзошел первую часть, но мне он показался достойным продолжением оригинальной кинокартины. А теперь давайте попробуем развенчать некоторые претензии мамкиных киноэкспертов к этому фильму в интернете. Начнем с претензий по поводу огромного количества вымышленных технологий и кучи фантастики в данном фильме. Ну камон, гайз, вы же смотрите фильм про инопланетное вторжение, и вас не устраивает количество фантастики? Серьезно? Ну ладно, многие считают, что после первого вторжения инопланетян, случившегося в оригинальном фильме, люди не могли за 20 лет освоить технологии, оставшиеся от побежденных пришельцев. И что в сиквеле слишком много девайсов а-ля «Звездные войны». Но это мне кажется просто бредом сивой кобылы, я считаю, что и за 10, и даже за 5 лет люди бы справились с освоением чужой технологии, имея на руках уже готовые прототипы. Вторая претензия комьюнити заключается в том, что в сиквеле нет Уилла Смита, а детей главных героев играют другие актеры, за место тех, что были в первой киноленте. По поводу Уилла Смита скажу так, он сам виноват, что его роль была упразднена во второй части Дня Независимости, так как за съемки во второй и будущей третьей части он запросил, ну просто не е**ки, гонорар, который исчисляется 50 миллионами баксов. Нехорошо, мистер Смит, просите у пожилого режиссера подобные бабки за роль чувака, который 75% экранного времени будет сидеть за штурвалом истребителя и обстреливать инопланетян, и количество диалогов которого сводится к минимуму. Я считаю, товарищ Эмерих правильно сделал, что послал *** куда подальше за подобные вот борзые выходки. Говоря о замене актеров, игравших детей главных героев в фильме 20-летней давности, я тут, кстати, глянул пару фоточек физиономии этих распрекрасных подросших актеров из первого фильма, после чего я некоторое время пребывал в перманентном ахуле, сказать, что я понял, почему режиссер совершил эту замену, значит не сказать ничего. Я считаю, что о том, чтобы включать в новый фильм старых актеров, речи вообще быть не могло. Ну серьезно, там такие стрёмные рожи. Ладно, оставим физиономии актеров без комментариев, хотя, блин, посмотрев на табло Мэй Уитман, моя рука рефлекторно начала тянуться к заряженному пустынному орлу, а в голове была лишь одна мысль взять и вышибить себе мозги, чтобы они красочно растеклись вон по той стенке. Ну серьезно, вы хотите, чтобы Патрисия Уитмар и Дилан Хиллер выглядели так? А не так? Подумайте хорошенько и напишите свой ответ в комментариях. А лично я считаю, что вопрос о замене актеров можно считать закрытым. И последняя претензия интернет-стада. В фильме очень много тупого пиндосского юмора и вообще сам фильм какой-то фу-фу-фу, ДЦПшный. Ну не знаю, лично я нашел в фильме всего две, ну максимум три тупых пиндосских шутки, а весь остальной юмор был на высоте. Подводя итог всего вышесказанного, перейдем к финальному мнению и оценке. Мне фильм понравился как по эффектам, которые, несмотря на значительный прогресс компьютерной графики, смотрелись достаточно свежо, так и по сюжету, который был динамичный, с минимумом нелогичных и дурацких моментов. Диалоги также были весьма неплохими. В общем, фильм не вызвал у меня ни малейшего намека на бугурт, да и скучно во время просмотра мне не становилось ни разу. Естественно, фильм День независимости Возрождения не сумел превзойти первую часть по звелищности и подаче, а вот сценарий у них одинаково сильный. Также я, конечно же, не могу сравнивать этот фильм с первой и второй трилогией Звездных войн и, боже упаси, с фильмами Нолана, так как он значительно слабее данных кинокартин. Но как сиквел киноленты, вышедший 20 лет назад, фильм получился более чем хороший. Ну а моя финальная оценка данной кинокартине — 7 Кристоферов Ноланов из 10 возможных. Ну а на сегодня это всё. Спасибо за просмотр. Надеюсь, ваше мнение хотя бы частично совпадает с моим. Если же нет, пишите ваше мнение в комментариях. Будет интересно и приятно подискутировать. Если, конечно, вы не малолетний шизанутый зритель канала Фостерс, с такими у нас обычно разговор короткий, оскорбительный комментарий в ответ и бан. Пожизненный. Подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, читайте мой Твиттер, заглядывайте в Инстаграм и Вайн. А с вами был Smart Geek Blog. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok